Ребят, привет всем! Сегодня я хочу снять такое короткое видео, мой личный отзыв, просто не могу молчать, отзыв на работу связки вот этой вот Авито и Боксбери, это просто что-то уникальное. Захотел, значит я купить себе Vega PKD 122, у меня одна есть, но тут у нее проблема с приводом. Думаю, возьму еще одну, нашел, нашел у парня далеко, списались с ним, я говорю, что как аппарат, ну нормально, все обслуженный, скинул мне видеоработа, она у меня есть, аппарат, думаю, ну хорошо. Выслал, выслал мне 2 числа, я оплату скинул, все, там же Шавита, нет, нет, не переходите в сторонние мессенджеры, нет, 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 только через нас. Скидываю, уходит оплата, значит 3500 стоил плеер, оплата с меня снимают 4 150, по-моему, ну короче, 630-650 рублей уходит на доставку. Ну думаю, ладно, да, там не ближний путь у аппарата. Короче, во-первых, Боксбери, отслеживание вообще никакое, 4 числа у него становится статус, отправлен в город получателя, и все как бы борода. Сегодня у меня 12 число, он мне приходит, я же бегу, думаю, ну хорошо, вот, с Новосибирска посылка, думаю, ништяк, забираю, прихожу в пункт выдачи, пункт выдачи Боксбери, это короче такая маленькая непонятная комната, где там все забито, там озон наклейки, еще что-то. Нет, тетка вот эту посылку там как-то находит, дает, на, говорю, ну хорошо. Ну, что там можно сделать, там ни розетки, ни хрена нету, да? Открываю, ну достаю, тут упакована была в пупырку, тут еще в три слоя, ну так его достал через пупырку, ну посмотрел так, вроде да, панелька, все, тут вроде, ну как бы все целое, тут да, кнопка, кнопка работает, думаю, ну в принципе ништяк, что аппарат, аппарат. Закрываю, уношу, приезжаю на работу, думаю, не знаю, что распаковать, чтобы постоял, чуть-чуть согрелся, конденсат там, все дела, попробовать же, послушать его. Распакую, начинаю распаковывать, вытаскиваю его с коробки, и слышу какую-то погремушку в аппарате. Ну, какая интрига, снимаю всю пленку. И первое в недоумении обращаю внимание на то, что на аппарате у меня нету крышки и нету кнопок. Думаю, вот отправитель, козлина-то такая, глянь мне, что отправил. Потом, думаю, откуда же шум? Беру отвертку, влаго аппарат-то в принципе, 4 болта. Разбираю аппарат. В момент разбора уже понимаю, что на корпусе есть мятины, которые в принципе за пупыркой я особо бы не заметил. Да даже если и заметил бы, ну, наверное, не знаю, может так сильно не обратил бы внимания. Вот тут вот порванный металл есть, и здесь вот есть небольшая мятина. Разбираю, наблюдаю вот такую вот картину, ребят. Транспорт, привод, отломанные ножки, открепление. Морда лицевая лежит внутри. Вот тут вот есть блок питания, сейчас это всё поближе попытаюсь снять. Вот блок питания, вот у него, короче, вот куски блока питания. То есть плата разорвана. Привод. Обломанные ножки, вот крепёж от них. Стойка. У кого есть такие аппараты, те знают, стоит вот здесь, держит крышку, чтобы сверху можно было что-то поставить. Вот это, обратите внимание, это плата блока питания. Причём вот с куском вообще, с транзистором, с одним коннектором, который уже рядом валяется. Тут просто, очень ему херово. Хорошо, сам привод ещё посмотрим, начнём вот, работоспособность. Здесь экран свёрнута, материнская плата лежит рядом. Болт, который был вот здесь. Он лежит внутри. Материнская плата ещё вопрос вообще, целая она или нет. То есть, тут просто я возмущён. Кнопки отвалены. Кронштейн. Крепление в каретке один уголок сбит. Здесь один уголок отломан. Соответственно, внутри в аппарате просто полная погремушка. То есть, ну аппарат тут, я не знаю вообще, что с ним было сделано. И вот, обратите внимание, вот уголок крепления. Вот сюда вот он, скорее всего, приехал. То есть, я подразумеваю, что эту коробку просто бросили на угол. Такие, а, ладно, пойдёт. То есть, ну как, так можно, я аппарат покупал. Теперь, что происходит дальше. Естественно, я это всё фоткаю на скорую руку. Отправляю на авито продавцу. Сразу кидаю ему претензию. Я говорю, что прикалываешься, да? Ну, как бы, я аппарат у тебя, да, заказываю. Параллельно понимаю, что в боксбере, в принципе, я товар забрал, да? То есть, бумагу я подписал. Думаю, ну, ладно, хорошо. Ну, тут, извините, тут как бы даже скрытый дефект, да? Я пишу в поддержку на боксбере. У меня там один оператор динамит, второй оператор в чате мне отвечает, пишет номер заказа. Я ему сбрасываю номер заказа, вот такие, посылка, говорит, уже забрана. Обращайтесь в авито. Вот вам номер телефона. Я говорю, хорошо. Звоню раз в авито. Авито поднимает девушка, соединяюсь там с оператором. Девушка так и так, говорю, вот посылка, ну, в принципе, как бы, она была целая, да? То есть, ну, я ее посмотрел визуально, ну, как бы, там через пупырку, да, говорю. Но внутри, говорю, это погремушка, тут, как бы, все переломано, это фарш, просто мясо. Такая, блин, говорит, слушай. Свяжитесь, говорит, с продавцом, что он будет говорить по этому поводу? Я говорю, в смысле? Ну, как, ну, а смысл? Ну, вы у него узнаете, у него есть, говорит, фотографии, когда он отправлял, что аппарат целый. Я говорю, девушка, у меня перед отправкой есть видеозапись, я говорю, рабочего аппарата. Я говорю, а этот не то, что рабочий, я говорю, его даже включать нельзя, я говорю, он пыхнет нахер. Ну, свяжитесь, узнайте, есть ли мы потом вот вам там попытаемся помочь. Я говорю, хорошо, тут выходит продавец на связь. Продавец выходит на связь сразу вот таким вот стопкой сообщений вместе с матом. То есть, ну, он как бы тоже, он крайне искренне возмущен вообще происходящим, да как так. Я ему пишу, говорю, ну, как бы, фотки. Он мне скидывает фотку, конечно, там, упаковки всего. То есть, ну, фотки, в общем-то, есть. Видео рабочего аппарата. Звоню опять в авито, я говорю, девушка, так и так, говорю, есть фотки, вот, говорю, мне там просили. Фотка отправки, все хорошо, говорю, что нам дальше делать? Я говорю, ну, аппарат мертвый, продавцу, говорю, уже, как бы, ну, оплата ушла, да, говорю, а я сижу, ну, просто с грудой хлама, по сути, потому что, ну, его с ним ничего не сделать. Вы знаете, я говорю, сейчас, подождите, отсекается, возвращается, я говорю, слушай, ну, вы, говорит, с продавцом свяжитесь, переговорите, что он думает по этому поводу. Я говорю, не понял, я говорю, что он думает, а что он может думать по этому поводу. Ну, свяжитесь с ним, договоритесь о возврате товара. Говорю, девушка, я говорю, давайте, я говорю, я вам еще раз, попробую объяснить, я говорю, да, я пришел в Боксбери, я говорю, взял аппарат, открыл, посмотрел, ну, как бы, там, через пленку, да, вроде, я говорю, внешне, фиксируем, блин. Внешне, говорю, было все нормально. Я говорю, пришел, начал, ну, подключать, да, говорю, он, как бы, ну, не включается, поболтал, говорю, в нем погремушка, говорю, крышку скинуло, говорю, там внутри фарш, внутри просто все переломано, говорю, то есть коробку, доставку, убили, роняли, швыряли. Я говорю, что делать? Ну, с продавцом, говорит, разговаривайте, вы же, ну, посылку уже забрали, разговаривайте с продавцом на возврат. Я говорю, девушка, а как вы себе это представляете Мне продавец отправляет рабочий аппарат А я ему сейчас пишу Я говорю, братан, давай я тебе обратно фарш кину Вернее, ты мне не рабочий прислал Я тебе кидаю фарш, ты мне 3500 в обратку Я вам дала рекомендацию Я говорю, девушка, а что мне надо было делать Вы, говорит, товар забрали Я говорю, внешне, да, он был нормальный Вот, я говорю, что, я по-вашему должен ходить с отвертой Я говорю, в Боксбери Я там должен был скинуть крышку, провести диагностику Посмотреть, что все целое Я говорю, вы что, прикалываетесь, что ли Ну, да, сложную электронику проверить, говорит На пунктах выдачи в Боксбери нельзя Я говорю, так вы сами-то говорите Я говорю, а что мне дальше делать Она говорит одно Свяжитесь с продавцом, да, говоритесь о возврате Я, ребята, я просто в шоке от того, как они друг другу динамят Мы вот с продавцом переписывались Потом полдня, то есть, ну, пацан вполне адекватный Он в шоке Он написал еще претензию на Авито То есть, ну, мы требуем вернуть ему компенсацию, да И, в общем, вернуть не компенсацию, а ему за аппарат Потому что аппарата все не существует Так вот у меня просто вопрос, да Ладно, Вега, ну, как бы все равно обидно, да Это все равно аппарат там двигается очень хорошо Там 3500 стоит, да, ребята Если бы я заказал, я не знаю, какой-нибудь аппарат Там за тридцатку, мне пришел бы такой фарш Хорошо, допустим, за тридцатку я бы его открыл Посмотрел, опять же, внешне Но я бы не включал его Они сами говорят, у них нет возможности проверить Там ни одной розетки Я подписываю, прихожу домой, а там фарш Ну, а как? Я понимаю, что у меня сейчас это крик души там О наболевшем, еще что-то Но просто вот это отношение свинское То есть, вы угандошили просто все И такие, бля, ну, свяжитесь с продавцом там Возврат товара Вы что несете? Какой возврат товара? Вы о чем? Что возвращать? Что? Что за хорошее? Что за свиньи? Это первое, 650 рублей, я не знаю Какие-то другие транспортные компании с Новосибирска Мне доставили бы, наверное, это быстрей Гораздо аккуратней И, может быть, даже за ту же цену Может, там чуть дороже Может, даже чуть дешевле Я даже не мониторил просто Это, блядь, это что такое? Что мне делать с этим грудом металла? Ребят, я не знаю просто Я рассказал, что я видел Такое отношение просто к людям Вот этой вот связки непонятной То есть, мы, они там всех предупреждают о мошенниках Мы там аккуратно на Авито А вдруг это кидало Там еще что-то Ребят, не надо смотреть продавцов на кидало Продавцы там нормальные Авито это кидало Авито и Боксбери это полное кидало Боксбери это полное кидало Авито и Боксбери это полное кидало Авито и Боксбери это полное кидало